Нужно понимать, ребят, что у нас идет существенное падение экономики по всему миру, у нас идут карантины, у нас рост безработицы, наряду с этим у нас беспрецедентные меры вливания ликвидности в мировой финансовой системе, которые в принципе сейчас рынки держат. Идет толпа в рынок, умные деньги, да, мы за ними регулярно следим, периодически их обновляем, мы видим, что они наоборот сейчас получается толпы немного закрываются, но давайте просто посмотрим на фундаментальные показатели, которые были в октябре 19-го, каковы они сейчас, что у нас с промышленным производством, что у нас с инфляцией, что у нас с ликвидностью, что у нас самое главное с ожиданием будущих прибыль компаний, да, то есть мы видим, что пока что выпадающие 9 триллионов долларов мирового ВВП, да, они пока замещаются деньгами, которые печатаются, и нам важно понимать, как по мере выхода из коронавируса ситуации мировыми правительствами, как это скажется на ожиданиях по инфляции, как быстро мы будем восстанавливаться. И меня сейчас больше вызывает беспокойство, наверное, больше вторая волна, вторая волна, которую мы можем наблюдать, которую мы можем увидеть, да, ее силы, темпы и опять же сигналы, которые идут с азиатского региона, связанного с тем, что в принципе там идет вторая волна вспышки, да, то есть как она будет отразиться в глобальной экономике. Что происходило, да, то есть что происходило на рынках? Традиционно, да, то есть нефть, золото, доллар к рублю, доллар к мировым валютам, ну, то есть просто добавилось, мы обычно смотрим на три показателя, что происходило с нефтью, что происходило с долларом, что происходило с золотом, но сейчас как индикатор, да, после апреля-мая месяца мы еще добавили такой индикатор, как индекс доллара к корзине, взвешенной корзине мировых валют, то есть каким образом он себя ведет. И в принципе мы видим, что здесь ситуация как бы в период падения рынков, падения нефти, индекс доллара вырос, доллар укрепился к рублю в том числе, но после этого как раз это получается 20 числа марта, да, то есть если некую такую вертикаль проложить, да, то есть 23-25 число, и доллар начал заворачиваться вниз, и индекс доллара начал уходить немножко вниз, при этом золото стало расти, да, потому что вот здесь вот были первые программы поддержки рынков, предоставления ликвидности сначала через операции РИПО, а потом прямую выкупа активов, да, Федеральной резервной системы США, плюс заявление о том, что будут выкупать не только государственные облигации и ипотечные облигации, но будут покупать муниципальные облигации, по сути облигации неинвестиционного рейтинга или низкого качества облигаций, то есть, соответственно, это привело к тому, что доллар начал, ну, незначительно скаку рук, да, начал непосредственно ослабевать, и после этого задержка временным лагом начала восстанавливаться, в том числе нефть, если смотреть, что у нас происходило именно в мае месяце, то мы видим нефть прибавляет, соответственно, с начала мая 34% данное на сегодняшнее число, золото у нас выросло на 1,3%, рубль, доллар опустился к рублю практически на 5%, и индекс доллара, соответственно, скорректировался на 0,1%. Корзине мировых валют – это то, что мы наблюдаем по основным классам активов. Что происходило на рынках? Опять же, точно так же, позже обзор. Обзор с начала года у нас получается красный и темно-бордовый. Это получается индексом РТС и индексом МВБ. То есть МВБ с начала года минус 9%, РТС, соответственно, минус 20%, 21%. Но здесь мы говорим о том, что с учетом того, что РТС – это долларовый индекс, то есть доллар у нас укрепился на 14%, вот она, в принципе, та и разница в 14% между МВБ, там 10-14% между МВБ и РТС. Лидирует у нас индекс технологических компаний, то есть он, соответственно, уже в плюсе с начала года 4%. Индекс широкого рынка S&P 500 и Dow Jones, они, соответственно, находятся в минус 6% S&P 500 и минус 11% NASDAQ. Рынки восстанавливаются, да, то есть рынки восстанавливаются, сейчас царит оптимизм, предоставляют ликвидности, снизили процентные ставки, все снижают процентные ставки. Что Центральный банк России может снизить процентную ставку на очередном заседании сразу на 100 базисных пунктов, да, то есть практически на 1%. Это получается, что ставка может составить 4,5%. Если мы говорим о том, что ставка может быть понижена до 4,5%, при прогнозируемом уровне инфляции 3,8-4,2, есть высокая вероятность того, что в России впервые, наверное, в истории процентная ставка Центрального банка может быть отрицательной. Хотя Набиулина заявляет о том, что мы не хотим этого преследовать, потому что иначе это будет разгон аффициентных составляющих. С какой позиции я смотрю на эти новости, новостные события, которые для меня, наверное, как человека, который инвестирует в российские компании, смотрят на рубль-доллар, что это за новость? Это новость, если произойдет снижение процентной ставки на 1%, мы снова будем говорить об операциях Carry Trade. Эффективная процентная ставка в Америке, она фактически уже составляет практически 0%, и может уйти в отрицательную зону. То есть операции Carry Trade опять становятся привлекательными. То есть если будет действительно снижение Центральным банком России процентной ставки сразу на 1%, это, соответственно, ожидание снижения доходности облигаций, это рост самих облигаций. И здесь, скажем так, мы получаем с одной стороны, почему мы не агрессивно покупаем доллар, потому что над нами висит вот этот вот домоклов меч в плане снижения процентной ставки, пусть даже не на 1%, а на 0,5% сразу это тоже будет существенное. И опять я пытаюсь здесь в плане ответа на вопрос «ищи, кому выгодно», то есть вопросы, которые задают следователи. У нас, получается, сейчас заявляют о том, что государственные меры поддержки не выражаются за счет фискальных стимулов. Фискальные стимулы – это не что иное, как предоставление неких льгот по уплате подоходного налога, налога на прибыль. НДС, конечно же, не касается, то есть поддержка малому и среднему бизнесу осуществляется за счет того, что пока что у них не берут налоги. Если не берут налоги, то в этом случае нужно понимать, что снижают отчисления социальные, то есть социальные выплаты фонда страхования, которые выплачивают работодатели. И это является формой поддержки малого и среднего бизнеса. То есть бюджет недополучит серьезных денег. И бюджету, соответственно, уже сейчас программа на 2020 год рассчитана на привлечение порядка 4 триллионов рублей через выпуски новых УФЗ. И здесь откуда появляются эти слухи? Как мне кажется, да, то есть, ребят, здесь, опять я говорю, сейчас на уровне гипотезы, здесь речь идет о том, чтобы, если будет снижение процентной ставки, там, до 4,5 процентов, то государство в этом случае будет заимствовать достаточно дешево. Плюс эти облигации могут пользоваться спросом со стороны инвесторов. Вот то, что хочется сказать, да, то есть в плане ожиданий на лето. Нам нужны фискальные стимулы. Стимулы государство все-таки не хочет тратить свою кубышку, начинают достаточно много заимствовать, чтобы заимствования были более дешевые. Желательно снизить процентную ставку. Снижение процентной ставки позволит привлечь бюджету длинные деньги и дешевые деньги. Второе, соответственно, неизбежно, да, то есть низкая процентная ставка может привести к разгону инфляции в России. И также, если цены на нефть все-таки по итогам года будут ниже 40, средняя цена будет, это юрлс, ниже 40 долларов за баррель, мы неизбежно увидим девальвацию рубля. Это тоже некие такие инфляционные риски. То есть что у нас может получить государство? У нас государство может привлечь 4 триллиона рублей, при этом под ставку там в районе 4-4,5 процентов. И в дальнейшем, да, вот эта вот инфляция, которая может разогнаться наряду с инфляцией, которая разогонится во всем мире, позволяет, в принципе, сейчас в моменте поддержать российскую экономику, увеличить объемы поддержки со стороны государства. И, в принципе, за это заплатят, опять-таки, простые граждане, да, через будущий разгон инфляции. Вот что я хочу сказать, да, то есть на что я обратил сейчас особое внимание. И здесь по-прежнему я сейчас как мантру повторяю, рыночно-нейтральный портфель. Не знаю, как у вас, друзья, но у меня ситуация сейчас такая, что я сплю очень спокойно. То есть у меня нет никакой дерготни по поводу того, что я недополучил какую-то лишнюю прибыль, лишние 13 процентов. Меня не беспокоит, куда пойдут рынки, пойдут они вверх или вниз, потому что если они пойдут вниз, у меня достаточно, конечно, чтобы докупиться. Если они идут вверх, то, соответственно, я эту прибыль забираю. И сейчас мы постепенно сокращаем позиции, да, то есть компании, которые не стоит там в ближайшее время, как у каких-то драйверов для роста ожидать, мы пока что постепенно их сокращаем. Нет панических продаж, нет сокращения, все-таки оптимизм пока на рынке есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok